Мы снова в студии шоу-подъем на телеканале ТНТ Интернешнл. В наше время стало появляться все больше развлечений, связанных с наукой. Появляются научные парки или аттракционы. А также появляются курсы, на которых можно повторять опыты великих физиков, химиков и даже удалить аппендицит на манекене, само собой. Наши сегодняшние гости расскажут, как превратить изучение физики, химии и медицины в увлекательное занятие. И даже покажут пару занимательных опытов. У нас в гостях участники проекта «Умный Минск» — это Олег Стефанович и Андрей Наличаев. Олег Стефанович окончил факультет международных отношений БГУ. Занимался продажами и открытием розничных магазинов. Четыре года назад создал образовательный проект «Умный Минск». Андрей Наличаев окончил Мехмат БГУ, работал специалистом по продажам. В проекте «Умный Минск» является тем лидом. Как добрались ребята вообще рассказывать? Проснулись уже, нет? Ну, утро. Свободный город. В общем, добрались. Без проблем. Смотрите, вы проводите курсы по тем же наукам, которые преподают в школе, да? Ну, для детей. Химия. Чем отличаются ваши курсы от школьной программы? Основное отличие, что у нас дети делают что-то своими руками, а не просто смотрят какие-то формулы в учебниках и так далее. Вот, то есть, самый главный посыл, чтобы не сто раз где-то прочитать или увидеться непосредственно один раз. Сделать что-то своими руками. Когда все получается, дети лучше запоминают, как это устроено. А как проходят ваши уроки? Во-первых, хотелось бы отметить, что не только по тем наукам, которые есть в школе. То есть, недавно мы проводили программу по медицине. По-моему, в школе такого предмета нет. Нет, ну, на ОБЖ. Нет, наверное. На ОБЖ. Я сомневаюсь, что на ОБЖ берут и вырезают желчный пузырь. Ну, это очень вряд ли. Программа проходит таким образом. Обычно у нас есть несколько лабораторий, все, которые связаны общей тематикой. То есть, допустим, это может быть общая тематика электричества. Вот, и дети последовательно проходят группами по 16 человек. Эти лаборатории одной за другой, и в каждой лаборатории чему-то учатся. Это как уровни. Да, можно сказать, что и как уровни, но наша задача даже не дать им какое-то очень конкретное, такое серьезное знание. Наша задача пробудить в них интерес, потому что дешевле ребенка заинтересовать, чем нанимать ему репетиторов, и, как правило, это эффективно. Программы разрабатывают в Московском государственном университете настоящие ученые. Их переделают в такой формат, чтобы детям было интересно в формате такой, как бы, квестовой игры. Ну и мы непосредственно здесь уже занимаемся всем остальным. Если программа по биологии, то, естественно, у нас задействованы биологи. Это студенты старших курсов, либо выпускники биофака, БГУ. Если медицина, значит, медики. Это колоссальная работа. Это же не просто так звук от барахта. Сел так, а, будем детей учить. На последней программе, допустим, она была по медицине, она чуть-чуть отличалась. Мы реально взяли один этаж стадиона «Динамо», превратили в больницу. То есть у нас там было отделение реанимации, УЗИ, у нас там был какой-то рентген-кабинет, процедурный кабинет, клиническая лаборатория. И дети постоянно, так, перманентно перемещались между этими помещениями. То есть к нему поступил пациент, он его отвел сначала в одно помещение, ага, взял анализы. Пошел, значит, в лабораторию его обследовать. То есть как в настоящей больнице, только очередей у нас не было. Да, я хотел спросить, были ли вот эти из массовки? Да мне только спросить. У нас здесь 6 утра вообще-то! Вообще-то я мать, и у меня многозетная семья. Мне без очереди, у меня льготный талончик. Мне только спросить, да. У нас были порезанные манекены, вот, поэтому они возмущались не очень сильно. А вот меня весь этот разговор очень интересует вот этот вот шар Теслы, да. Для чего он здесь? Он же не просто для красоты стыд. Он на таком месте, да? На самом деле это высокочастотный излучатель высокого напряжения, вот. Как вы наверняка заметили, да, внутри у него бьют молнии, это тоже не случайно. Дело в том, что там внутри находится благородный газ, вот, который не вступает в реакцию, но очень прекрасно проводит вот эти молнии. И, конечно же, он продавался как элемент декора, да, для помещения, но мы его как бы взяли немножечко даже... В научных целях. Вот немножечко его прокачали, вот, ну и, соответственно, он может делать различные интересные эксперименты, да. То есть вот, например, у нас здесь присутствует лампочка, да, и он может, соответственно, на расстоянии ее зажигать. Причем, что интересно, если мы возьмем при этом, дотронемся до шара, да, то есть все... Тогда лампочка погасит. Да, потому что все напряжение будет уходить как бы в руку, и, соответственно, лампочка гореть не будет. Мне кажется, сейчас все электрики вообще вышли просто из чата. Все, зачем вообще работать, если можно купить это приспособление и, в принципе, так зажигать? Я думаю, что все электрики, наоборот, прильнули к экрану мониторов, да, и очень внимательно смотрят. То есть можно поставить, Андрей, в центре Минска большой шар Теслы, да, и получается, что все в квартире... И у всех сломается вся электроника. Там телефоны как бы, компьютеры, до свидания. Все полетит. Зато лампочки будут включаться у всех и точно по расписанию. И всегда. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И рядом с нами находится участник проекта «Умный Минск» Андрей Наличаев. А на Олега не хватило халата. Он там за оператором помогает. Он следит за порядком, чтобы все было хорошо. Андрей по образованию физик, но обещал нам показать химические опыты. Давайте озаботимся самым важным, чем... Безопасность. Правильно. Поэтому берем все по очкам. У меня они самые потертые, потому что они уже... Мы с ними прошли много экспериментов. Пережили много всего. У вас они такие поживее. Сразу хочу обратиться. Не повторяйте дома. Если бы у меня в детстве были такие эксперименты, я либо был бы уже, наверное, весь в ожогах, либо без квартиры. Давайте наберем порцию марганцовки с помощью ложечки. Кто рискнет? Давай. Как бы я сегодня у нас нельзя. Надо набрать. Отвечаю за риск. Сколько надо? Ложечку? Больше. Больше. Куда я знаю? Вдруг я не за пропорции кину. Две? Да-да-да. Все. Вот теперь хватит. Все. Отлично. Мы здесь не хотим устраивать пожарища. Две ложечки марганцовки. Теперь я триумфально попрошу сделать в центре лунку. Вот так просто как бы сделать. Люблю свою работу. Теперь я сам добавлю немножечко глицерина. И сейчас вот это все будет? Нет. Будет вот это, когда возьмешь сама пипетку пастера и начнешь капать туда воду. Ой, как страшно. Да, мне тоже. Ребята. Сейчас что-то будет. Так, теперь быстренько воду. Я набираю. Сколько надо воды? По капельке буквально. Давай, Зина, жги. Что-то ничего не получается. Ага. Ой. О, ребята, он горит. Смотрите, прям огонь. Ой. А водичка-то стала фиолетовой. Запах как в кальянке. Так, рассказывай нам про следующий эксперимент. Что будем делать? Ну, этот эксперимент, можно сказать, что он практически классический. Да, то есть если вы говорите, что проводите какое-то научное мероприятие для детей, показываете какой-то эксперимент, то, скорее всего, он будет там присутствием. У нас здесь с вами перекись водорода, как мужчине. Тебе открывать бутылку и наливать сюда. Оп, отлично. Как идеально ты наливаешь. А рука-то у тебя легкая. На опыте. Хорошо. Так, это жидкое мыло, да? Да, жидкое мыло, как бы рискуя показаться, предлагаю добавить. Жидкое мыло. Сколько его надо? Чуть-чуть. Ну, вот уже хватит. Я хочу, чтобы шпателем потерялось. А, ну вот это вот им сейчас и надо было делать. Убери свои руки. Ты уже все сделал за меня. Ладно, окей. Что ты такое? Ой. Да. Сколько надо? Ну, вот столько пойдет. Ой-ой-ой-ой. На самом деле... А это прикольно. Да, но на самом деле можно было больше добавить. Вот такие мы химики. Хорошо. Следующий, последний эксперимент. Рассказывай, что будем делать. Ну, на самом деле мы будем получать с вами кислород, да, из той же перекиси водорода. И, соответственно, нашей марганцовки. Все? Ага, хватит. Хорошо. Ну и... Конечно же, я и марганцовка. Один шпатель. Так, сколько надо? Ну, вот столько пускай будет. Оно лечит. Оно лечит. Оно лечит. Оно лечит. Ха-ха-ха. Надо было больше разбавлять. Мы снова в студии шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл. И в гостях у нас участники проекта «Умный Минск» Олег Стефанович и Андрей Наличаев. Ребят, пришло время немножко поиграть. И наш следующий интерактив называется «Умный Минск, а ты не факт». А ты нет. А ты нет. Смотрите, правила предельно простые. Вы вот проводите курсы для детишек. И я сейчас буду вам задавать вопросы. Такие, в принципе, как любят задавать дети. Почему небо голубое? Почему вода мокрая? И так далее. Вы будете соревноваться с Зиной. Зина знает. С лауреатом каких-то премий. Шнобелевской. Какой ты такой? Итак, что, где, когда. В году точно 365 дней? Это вопрос. Это вопрос? Да, но не всегда. Нет. В каждом году 365 дней и одна четверть. И когда их накапливается, соответственно, у нас появляется дополнительный день. Вот, я тоже это хотела сказать. А, так все, ты по такой схеме будешь постоянно играть. Совершенно верно, Андрей. Правильно. Вы прекрасно развели мою мысль. Правильно. Андрюха, вот сформулировал нормально. Я это хотела по-обычному сказать, по-народному. А он это просто научными словами объяснил. Правильно. На самом-то деле, да, 365 дней, 256. Тысячных? Тысячных. Ну, одна четверть. Ну, все верно. Я же сразу вижу по глазам неглупый пояренек. Молодец. И Зина тоже молодец. Давай, давай. Итак, следующий вопрос. И на него отвечает первая Зина. Почему утята ходят гуськом? Они приняли эту эстафету у гусят. Ответ засчитан. Послушаем, ребята. Это точно научный вопрос? Мне кажется, они просто так не теряются. Они вот видят хвостик братца, там, сестрицы. Генетически. Слушай, Андрей, по логике вещей это какой-то стадный рефлекс. Да, стадный нести. Чтобы чувствовать себя в безопасности, они все идут друг за другом, чтобы не потеряться. Но, опять же, они довольно ярко выглядят. И особенно на ранних стадиях, я думаю, что им проще найти друг друга. И гусы не проще их найти. Мамка, их просто тренирует, гусек встали и пошли купаться. Ну, вопрос к зоологам. Итак, слушаем правильный ответ. Ну, я-то, мне кажется, была правее. Утки часто строят гнезда далеко от воды. И чтобы добраться до водоема, им необходимо пройти большое расстояние. Если утенок по дороге теряется, то он попросту обречен на гибель. И поэтому птицы вынуждены идти друг за другом след в след. Только это может гарантировать, что весь выводок доберется до места в целости и сохранности. Вот. Сделал, ну вот и хвостик, хвостик. Да, ну я... След в след, гуськом, эстафета. Мне кажется, мы все лидируем. У нас сегодня победителя не будет. Я не хочу. Давай. Не хочу сегодня побеждать. Бесплатный билет на умный минс. Давайте следующий вопрос. Почему мы никогда не видим птенцов голубей? Кстати, мне этот вопрос реально интересует. Я ни разу не видела голубят. Я всегда смотрю, они все уже взрослые и пожилые. А он уже в возрасте голубей. А если видел, это считается? Я тоже видел. Как вы видели, я не понимаю. По крышам лазит. Голубят на крыше ходите? Ну да. Ну я по крышам не лажу, потому что, понимаете? Вот и все. Где-то был даже смешной вопрос, то, что именно воробьи это птенцы голубей. И кто-то так считал для взрослого. Кстати, а я и воробят не видела, и голубят не видела, и вообще никого не видела, кроме... Господи, вся жизнь продолжена зря. Кроме цыплят. Больше его никто не видел. Мне кажется, они просто еще летать не умеют, когда они маленькие, поэтому они нигде не появляются. Ну, может, они какие-то... Вот, ты на правильной тропе. На правильном пути. Когда они подкрепляются, вырастают, у себя там сидят на крышах, а потом как вылетают? То есть, как только они начинают уметь летать, мы, соответственно, их видим. Да, наверное, так есть, да. Мы, соответственно, тогда их можем уже... И там слушаем правильный ответ. Птенцы голубей долгое время проводят в гнездах и покидают их уже взрослыми. Взгляд простого человека не способен отличить взрослый особь от молодой, поэтому все голуби кажутся нам примерно одинаковыми по возрасту. Увидишь в следующий раз голубя, будешь думать, что молодой. Подожди и спроси. А он такой, внучка, да я, я шею, там, сто годов, там. Подожди, да мой дядя, что по цифрам? Сколько отроду? Так, давайте следующий вопросик. Почему голова акулы молота имеет такую форму? Есть ответ. У нас есть ответ. Какая-то, носит шапку, молоток? Нет, по-моему, это связано с эхолокацией, во-первых, да, то есть у них же здесь расположены как раз-таки чувствительные, ну, органы, которые чувствуют в эту локацию, раз, а во-вторых, из-за расположения глаз. То есть она может видеть вокруг себя, ну, какой-то очень большой градус. Ну, вот что-нибудь такое, наверное, что-то, ну, с большим углом, в общем, она видит. Зина, поддерживаешь? Поддерживаешь, да? Да, я это читала очень давно в циклопедии. Слушаем ответ. Акула-молот питается скатами, у которых на хвостах есть ядовитые шипы. Уколы им не страшны, поскольку у акул имеется врожденный иммунитет к нейротоксинам. Я не то читала в циклопедии, ребята. А вот лишиться глаз для этой хищницы означало бы верную гибель. Со временем эволюция скорректировала расположение органов зрения так, чтобы шипы скатов не могли до них достать. Вы уже справились, вы большие молодцы. Зина, ты тоже молодец. Спасибо. Ты вообще молодец, я не знаю, тут, ну, как бы ребята даже отвечали, если бы ты вот в конце... Мы вернулись в студию шоу «Подъем» на телеканале ТНТ Интернешнл и продолжаем общаться с участниками проекта «Умный Минск» Олегом Стефановичем и Андреем Наличаевым. Ребят, смотрите, сейчас в последнее время все чаще и чаще кто-то опровергает какие-то факты уже такие устоявшиеся. Там, к примеру, Земля на самом деле плоская, там никакой цепочки эволюции не существует. Почему так происходит? Это вы как думаете? Ну, я с удовольствием отмечу. Я не в курсе. Она не плоская. Мы думали, она вообще треугольная. Нет, ну, на самом деле, да, это вот особенность текущей ситуации в мире, да, то, что люди, получая конкретные знания, совершенно разучились задавать вопросы. То есть именно критическое мышление может позволить человеку оценить какой-то факт, найти ему либо подтверждение, либо опровержение. Но люди, не знаю, привыкли свободно как-то потреблять какую-то информацию, совершенно не задумываясь ни об источниках, ни о том, насколько она достоверная, ну и как следствие верят вот различным таким антинаучным факторам. Что касается плоской Земли, было сообщество, которое говорит, мы не верим, что Земля круглая, мы не верим, что она вращается. Вот Зина тоже ходила вообще, не могла, ее волновало этот вопрос, она круглая или плоская, круглая или плоская, но все. И они решили купить специальный прибор, который там стоил порядка 25 тысяч долларов, для того, чтобы проверить, все-таки Земля крутится или нет. Там сверхсочный акселерометр с лазерными. Повезло тому, кто этот прибор придумал. Это просто кучу людей наняли, им пешком пришлось обойти и пострить. Вот, ну и в общем они задонатили какой-то чувак, там больше всего денег туда вкинул, купили этот прибор и поняли, что Земля крутится, он показал им, что действительно она там отклоняется ровно настолько, насколько должна. Тому парню, который больше всего надонатил еще календарь подарить. Прибор вернули по почте, говорит, он не работает, неправильно. Есть ли вам что-то сказать детям, которые хотят быть блогерами, а не учиться? Есть что сказать. Блогеры могут снимать научные эксперименты. Я в последнее время вижу, что в Ютубе появляется все больше каких-то видео, где популярны блогеры, нанимают команду ученых и делают какие-то масштабные эксперименты. Типа, что будет, если сварить шпроты? Вот такой эксперимент! И все в халатах стоят такие, ну, по моим предположениям. Если рассчитать, сточность попадания шпрота в воду. Слушайте, а вот вы еще и проволочку принесли, да, вот к лампе. Перчульку я тебе называю. Это зачем? Вы нам покажете? С удовольствием. Ну, на самом деле, как бы, здесь электричество, оно передается беспроводным способом, но мы можем его немножко собрать и сконцентрировать. Или продать кому-нибудь. Продать, да. Вот, сделав дополнительную обмотку. То есть, если вы сейчас присмотритесь, то обратите внимание, что молния теперь пьет исключительно в то место, А я могу трогать эту штуку? Да, пожалуйста. Она же мне не током не бахнет. Чуть-чуть. Бам! Блин, я сейчас чуть не запахла. Все, тише, тише. Вот если аккуратненько потрогать, то... Шаровая молния! Чувствуется. Ну, не шаровая, не шаровая, да, но есть свойство у заряда стекаться на острие. И вот, собственно... Бам! У тебя иммунитет будет. Да мне страшно стало. Иммунитет будет. Ааа! Да. То есть, заряд действительно стекается на острие. И, кстати, вот небезвестная лампочка, если ее поднести к острию, то она также начинает гореть ярче. Прикольно. Ну да. Можно прямо... То есть это ручной электрошокер? Реально работает. Очень слабо, очень на маленькое расстояние. Такие нежные пальцы. А ты хочешь потрогать? Давай. Максимум появится небольшая черная точка. Ааа! А у меня ничего не появилось. А у меня ничего не появилось. Да. Тринц. На, дурак. Жар его курицей. Ну я не курицей. И лепит ухо. Нет, нет, нет. Реально пахнет. Больно быть не должно, но да, действительно, немножко кожу могло подпалить. Кстати, подпалил или нет, зависит обычно от личного сопротивления человека. То есть у кого сопротивление выше... Я круто сопротивляюсь. Да вот как раз-таки, скорее всего, наоборот. Почему? У меня нет ничего. Ну вот именно поэтому. У кого сопротивление выше, у кого как бы должна появляться. Когда пахнет, да? Ааа! Тогда я очень плохо сопротивляюсь. Что ж, пришло время прощаться с участниками проекта «Умный Минск» Олегом Стефановичем и Андреем Наличаевым.